всем привет сегодня у нас понедельник 13 ноября сейчас посмотрим на весы 59950 привет сегодня у нас 13 ноября понедельник а это значит очередная болталка на тему красоты здоровья похудения удержания веса и всего такого сегодня видите у меня какая-то прическа странная потому что я увидела в интернете ролик как накручивается на ватные палочки делают афро у меня получилось афро но какое-то оно такое сильно торчащие в разные стороны и в общем я это хотел сделать для видео такую прическу она может наверное держаться долго дня 4 но как-то она странно просто лежит не очень не нравится я постоянно и поправляю еще у меня теперь ногти изумрудные зеленые вдохновлялась я майским жуком почему-то вспомнила как выглядят майские жуки зеленые которые переливаются и где-то потом видела фотку ногтей с втиркой майский жук но когда я у нее спросила она сказала что у них такой втирки нету и что вообще как бы они не заказывают потому что мало пользуются спросом а я говорю а какие в основном пользуются цвета спросом она сказала нюдовый и красный а вот такие вот всякие странные цвета мало пользуются спросом поэтому вот у него был просто зеленый с блесками она мне сделала просто зеленый с блесками а втирки майский жук у них не было в этот раз ногти мне сделали почти такого такого вот размера как они уже отросли у меня чуть-чуть миллиметра на 2 больше надеюсь в этот раз будет крепче держаться потому что мне кажется тот раз за счет длины они просто быстро раскачались потому что длина была не очень удобная такая которая везде уже цеплялась и этот ноготь он разные стороны раскачивается и быстрее отпадает сейчас ногти практически такого размера как уже отросли мои натуральные может быть они будут держаться теперь еще из нового собака тут у нас появилась одна спит вот сейчас лежит на полу в общем магазин вчера пошла и там увидела щенка такого костявого замученного жалко мне его стало тем более дети у меня давно просят черепашку черепашку смотрела там всего две по объявлениям вернее три одна тоже видно старая корявая не сегодня завтра помрет но цена за нее 15000 тенге а двоих продают как бы парой две черепашки за 20 у нас так уже есть одна черепаха мы ей как бы в пару дети хотят если еще две покупать это уже целых три это целое стадо черепах тут будет у меня в общем нету нормальных вариантов выбора черепах и как бы и по деньгам они стали почему-то дороже стоят если мы раньше там за 5000 покупали эту черепаху то сейчас 15-20 стоят но я думаю что-то много в общем просят или или я так думаю что много просят а тут вот совершенно бесплатный щенок стоит умирает сидит вот там под магазином за просто его и понесла домой и этот щенок на улице он был маленький потому что он скукожился как бы от холода и казался маленький тут дома расправился я смотрю лапы длинные наверное это будет высокая собака так подумали решили что уже если будет высокая собака то пойдет на заднем дворе поставим ей будку и ну когда подрастет а если будет мелкий то можно принципе и дома содержать как у папы у нас вега она такая какая-то помесь такси и они дома ее держит сейчас пока дети играются ругаясь на него потому что он ну надо приучать его туалету что просился на улицу в общем воспитываем воспитываем но детям нравится потому что играется веселиться не как черепаха конечно которая такая мирно себе ползает ей никто не нужен и она сама по себе своей жизнью живет а собака все-таки такое социальное животное тут она и где-то поиграла где-то поскулила где-то что-то выпросила движение много ну и судить надо чтобы не сходил это мальчик назвали дети его барбос вот такие вот дела у нас по своим зарядкам аэробикам по всяким упражнениям делала но не всегда на этой неделе как-то не удавалось потому что я говорю то 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 все то пято то десятое знаете обычно концу года вот к ноябрю такое ощущение что вот год заканчивается и ты как бы уже не в таком бешеном ритме как ты все успокаивается и ты как-то подводишь итоги этого года и все так мирно тихо и печально и спокойно и ты готовишься к новому году в таком спокойном режиме да а в этом году у меня нет вообще ощущения что год заканчивается потому что у меня каждый день дела 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 какие-то появляются новые новые я сейчас уже в город как на работу езжу практически каждый день то то там с ромой ездили там лечился он то заказы какие-то приходят то вот на ногти поехала то там тоже заказ пока на ногти ездила тоже еще один заказ там пришел обогреватель для в туалет серёга заказывала дополнительно обогреватель поставили в общем постоянно постоянно какие-то дела и сейчас вот сегодня надо не забыть еще записаться тоже ну позвонить хотя бы пришло ли направление на тот центр по массажу которые для ромы я тут раз показывала в влоге что его перенаправили в центр реабилитационный для детей но когда мы подъехали туда там по электронному вот этому как там к компьютеру короче еще направление не пришло сказали звонить узнавать когда придет когда это направление туда придет тогда они могут нам назначить когда нам с ромой приехать на консультацию к ортопеду и в общем каждый день какие-то у меня новые задачи каждый день какие-то новые дела и получается что какой-то такой ритм что ну нету ощущения что этот год заканчивается есть ощущение как будто этот год еще будет продолжаться и продолжаться вообще планировала в ноябре в этом году вот эти обои снять перед новым годом и поклеить другие обои я обои сама никогда не клеила мы тут раз серёгой первый раз клеили ну и все в этот раз не знаю там серёга когда приедет я думала купить обои вместе с ромой поклеить обои потом скатать с полос отправить чистку то есть в ноябре готовится такой подготовки к новому году а в итоге у меня нету на времени на подготовку к новому году потому что у меня миллиард других дел и поэтому я иногда где-то зарядку сделаю где-то зарядку не сделаю но старая все равно делать обязательно что-то делать хотя бы каждый день иногда бывает вечером уже нет сил пропущу зарядку иногда бывает утром надо срочно куда-то бежать и я пропускаю ну то есть получается тогда я тоже вообще-то обычно два раза в день какие-то упражнения делаю с утра делаю либо аэробику либо пресс вечером делаю либо йогу но сейчас не йогу а такое вот разминку разминку вот этих своих как сказать мышц вот этого таза коленей но я вам показывал в общем в тот раз в том видео про зарядку как я делаю разминаю в общем колени и таз но это не йога это просто упражнение для того чтобы подвести себя к позе лотоса ну и в общем я вот либо ту делаю такую зарядку для ног либо я делаю упражнение с гантелями для груди короче у меня получается что где-то утром полчаса и вечером полчаса я уделяю на упражнение и упражнение вот разные то такое то такое дело утром одно вечером другое получается если даже и утром пропустила аэробику напустим то вечером я все равно есть время я делаю гантель вечером если я вечером пропустила гантели там йогу то я утром получается пресс качая либо аэробику Всё равно что-то доделаю, но вообще желательно в идеале, я всегда делаю утром полчаса аэробики, вечером полчаса гантели. Либо утром полчаса делаю пресс, вечером полчаса разминаю свои ноги на йогу, да, готовлюсь, на позу отрасла, на растяжку, в общем. Тут получается, что из-за моих вот этих множества дел, то у меня сбиваются мои графики. Но питание я также держу, также не ем сладкое, не ем после шлюсти, стараюсь есть три раза в день. Вот, за счёт этого, наверное, в норме ещё держусь. И у меня много получается движения, не специальных, которые я делаю упражнения, а таких непроизвольных, потому что бегаешь туда-сюда, получается по шагам много наматываю. Поэтому активности много и активности разные. Слава Богу, сейчас нету снега, настроение ещё нормальное за счёт того, что такая работоспособность такая бешеная и за счёт того, что нету снега. Сейчас погода, хоть она и пасмурная, хоть она и грязь такая, но как бы оно больше напоминает весну, чем такое уже осень позднюю. Она для меня сейчас больше похожа на весну, и поэтому я, наверное, ещё в таком тонусе. Если бы сейчас выпал снег, то у меня бы сразу, всё моё настроение бы упало на ноль, вся моя работоспособность тоже снизилась, потому что я ужасно не люблю холода. Для меня это, мне это не нравится, ни снег, ни холод, ни мороз. Для меня это не есть хорошо, ненавижу, терпеть не могу зиму. Она ещё в наших краях очень долго сохраняется. Ну вот, слава Богу, в этом году подольше задержалась осень, это хорошо. Лишь бы ещё подольше, без снега и без холода обошлось. Ну так вот, такие вот дела у меня на этой неделе были. Масок ничего не делала, маски у меня все кончились. Пью коллаген, витамины, все свои, как обычно. Ещё я видела ролик, что коллаген, ну он имеет накопительный эффект, конечно. Но мы хотим пить коллаген, и чтобы сразу он влиял на кожу лица. А такого нет, потому что коллаген забирают органы, коллаген забирают кости. И потом, может быть, в последнюю очередь только что-то добирают до кожи. Но я подумала, ну это тоже неплохо, что кости и органы тоже омолаживаются за счёт коллагена. Это ведь тоже хорошо, когда что-то в твоём организме омолаживается за счёт коллагена. Пусть даже внутри. Пусть даже внутренние органы, мы их не видим, но они же для нас важны. Это тоже наше здоровье. Я замечаю, если я не пью коллаген, то у меня начинают болеть колени. Колено одно, вот правое. Пока я коллаген пью, колено у меня не болит. Хоть какую я там позу заверну, хоть как я эту ногу кручу, у меня колено не болит. И если только я перестаю пить коллаген, то у меня начинают болеть колени. Даже просто когда я иду, хожу, у меня уже начинает болеть колено. Поэтому всё же какую-то роль он играет. Витаминки тоже для поддержания иммунитета, для всего, потому что, во-первых, и осень такая погода, и во-вторых, много активности, витаминки тоже нужны, чтобы были силы. Поэтому витаминки, коллаген и вот свои упражнения продолжают делать. Не знаю, как на этой неделе, может быть, активности будет поменьше, надеюсь, может быть и нет. Как получится, как сложится неделя. Так что, всем пока, до новых встреч!